Минута молчания в памяти советских солдатах. 22 июня 41 года, ровно в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. В борьбе с фашизмом Советский Союз потерял 27 миллионов человек. Воинов-освободителей вспоминают и в Губкинском. Сегодня мы с болью и благодарностью вспоминаем тех, кто не вернулся с поля в сражение, из фашистки за стенку, кто умер от ран, болезней и приток, от холода и голода. Вечный им покой и вечная память. 22 июня к стиле памяти принесли цветы люди разных возрастов. У кого-то воевали отцы, кто-то слышал о боях Великой Отечественной от дедов и прадедов. Сегодня как бы день скорби, посвящение как бы тоже как 9 мая тем, кто погиб. Наши дорогие ветераны, они сражались за нас, дали нам, подарили будущее. Конечно, я очень уважаю их и люблю за то, что они сделали. Для меня это день памяти. Я очень большое спасибо хочу сказать ветеранам, с помощью которых мы тут вообще живем, мы существуем, которые многие дороги для нас открыты с помощью их патриотизма и с помощью их смелости. В руках пришедших цветы. Многие жители скорбят по советским солдатам, по своим родным, которые испытали все тяжести войны. Я думаю, что нету такой семьи, в которой не коснулась эта Великая Отечественная война. Да, у меня тоже дедушка воевал. Воевал в двух войнах, в Великой Отечественной и в Русско-Японской войне. За мирную страну отдали свою жизнь тысячи сынов российского народа. Это были правоохранители, благословы, ученые, учителя, строители. Вот это наши герои. 22 июня день скорби и печали. По всей России вспоминают тех, без кого бы мы не дождались победы. Очень важно сегодня, чтобы молодежь продолжала эти славные традиции. Те ребята, которые идут в армию, чтобы они были достойными представителями своих дедов, кстати, прадедов и защищали нашу страну. По случаю необходимости вышли на ее вооруженную охрану. Хочется, чтобы и в целом наша страна, великая страна, и в частности наш город был тем местом, который бы всегда притягивал, всегда создавал хорошее настроение и была вера в будущее, перспективу. Со слезами на глазах вспоминают этот день и ветераны. С первого дня Великой Отечественной войны прошли десятки лет, но горечь утрат, вспоминания о лишениях, гибели близких так же свежи, как и 72 года назад. Мария Букреева, труженик тыла, видела войну своими глазами. Говорит, что гордится нынешним поколением. Воевали не зря. Молодежь хорошая растет, уважает старых. Мы на себя это чувствуем. Мы уже старенькие, но все помним. Важно помнить не только о победе, но и сохранить память о тех, кто 72 года назад ушел на эту войну. Тем более, что многие, кто отчаянно боролся за свою страну, не жалея жизни, так с нее и не вернулся. Сегодня нельзя было не заметить так ярко выраженные неравнодушия жителей города, отзывчивость людей, потому что самое главное радует. У жителей нашего города сложилась традиция отмечать так, как нужно это делать, те торжественные даты, связанные с историей нашей страны. Скорбные, радостные даты. Именно отдавая дань светлой памяти погибших, отдавая почтение и уважение ныне живущим ветеранам. После стелы памяти глава города вместе с ветеранами отправились на городское кладбище, чтобы отдать дань памяти шести ветеранам, которые когда-то жили в нашем городе. 22 июня в памяти трагической дате во всех городах России приспущены флаги. В этот день мы вспоминаем всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто умер от ран в госпиталях, был замучен в концлагерях. Всех тех, кто смог пройти войну, восстановить страну, но, к сожалению, не дожил до наших дней. Вечная им память и слава. Диана Визович, Александр Анфимов. Новости Губкинского.